Вот так Валентин Белозеров каждый раз выбирается из своего дома. Сначала несколько метров по луже, потом по грязи и лишь только затем за руль внедорожника. Так продолжается уже три года каждую весну, как впрочем и летом после сильного дождя. Как только напротив 76 дома по улице набежной завершили строительство береговых укреплений, в воде, образовавшейся от тающего снега, уходить стало некуда. Поезжая часть здесь регулярно оказывается затопленной. Устюжанин попытался обратиться к местным властям, но результат не оправдал его ожиданий. Они очень грамотные, как бы показалось мне, ответ дали, что сделают планировку, ну вот как бы и выведут там, где дренирующие грунты есть в этой дамбе, и вода будет уходить. Но вместо этого привезли сначала грязь, а потом глину привезли. И то есть еще хуже сделали, замок сделали. В воде вообще даже никуда, даже как бы в грунт уходить. Я тут стою уже, как бы чувствую, что глина под ногами. Да-да-да, глина под ногами, ну вот они сделали глиняный замок. И в воде вообще никуда уходить. Кстати, дом, в котором живет Валентин Белозеров и его соседи, имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. И вода, каждый год затапливающая подвалы, может поспособствовать разрушению фундамента здания. Впрочем, достаточно отойти на несколько десятков метров от 76-го дома по направлению к центру города, и можно найти лужу куда больше, как размерами, так и глубиной. Однако ее появление, возможно, стало результатом нерасторопности управляющей компании. Если подтоплению подверглись дворовые территории, то жители должны обращаться в управляющую компанию, чтобы эта вода была откачана. Не далее, чем две недели назад, всем управляющим компаниям были выданы предписания о вывозке снега с дворовых территорий, и указана площадка, куда этот снег можно вывести на безвозмездной основе. Те лужи, что находятся на проезжей части с твердым асфальтовым покрытием, городские власти откачивают самостоятельно. Так, 1 апреля из огромной лужи напротив 23-го дома по Советскому проспекту удалили 30 кубометров воды. Это значительно сократило ее размеры и порадовало местных жителей. Как это быстро, она ушла, вода вся. Какой лужа была у тебя сегодня? Очень большая, огромная и глубокая, наверное. А глубина какая, примерно? А не знаю, не менее, может, сантиметров, может, 30, наверное, всякого была. А во сколько больше раз она по ширине была? Раза в три по ширине была. Точно, все ходили и смотрели, что какая огромная. Лужище огромное, все под дом, не знаю, куда все говорят, вот, все под дом, наверное, утекет опять. Впрочем, луж остается еще немало во всех микрорайонах Великого Устюга. И пропадут с улиц они не сразу. Чтобы ускорить этот процесс, коммунальщики постепенно возвращают к жизни немногочисленные объекты ливневой канализации города. Земля также не скоро будет готова принять в себя всю влагу. Ведь за зиму почва промерзла на двухметровую глубину. Максим Пятович, Ставголиков, телеканал Русский Север.